160 тысяч кубометров, миновито столько, лесу пошкоджено на Могилёшчине подчас ураганных вятров двух летних месяцев. После опошней непогоди наибольшь потерпели Круглянский, Крышевский и Чавовский районы. Зараз лесники активно опрацуют на ликвидации бураломов. Поставлена задача разобрать завалы до холодов. Андрей Савонькель леснейши Вильчицкого лесництва сумно глядая угодзи. Лес поломал и небы за палки. Раницей после урагана узгадывая мужчина сумная была картина. Дорогу уздуш лесополосы завалила древами и галлём. Где-то в общей сложности в районе 30 гектар сплошной. Ну и выборочный где-то гектар, наверное, 300. Единичные деревья. Площадь, может быть, если бы она была одним куском, она была бы небольшая, но так маленькие лесосеки достаточно ощутимы. В Вильчицком лесництве покинули плановые вырубки и почали расширку буралому. Вальщики спешаются, как драунина не стратила своих товарных якостей. Да и небеспешно покидать пошкодженные древы уздушь дорог, газопроводы и линий электроперодач. Разобраться на лесосеке, особенно сейчас передорожная, так как бурелома хватает. Ну и, естественно, заталиваем, реализуем, подвозим, трилюем. Весь технологический процесс. Ну вот, работы больше, чем обычная? Да, конечно. Древесина готовится для собственных нужд. У нас цеха в лесхозе есть. На экспорт, на пиление, вся древесина пригодна к дальнейшей переработке. Привлекаем силы своего лесхоза, потом частные организации помогают тоже для лесхоза и для собственных нужд. Конечно, это не минские разбурения, говорить лесники. Однако Круглянскому, Крышевскому и Чавускому районам ураган нанес значную шкоду. Да помогшие так само скористаться ситуацией могут те, кто вырешил нарыхтовать дровы самовывозом. Катярына Градницкая, Виталий Алексеенко, Новины, Регион.